Привет! Вы на канале ТОП КОД и сегодня я расскажу о 10 необычных детях, большинству из которых не исполнилось 16 лет, но на их банковском счете уже хранится многомиллионное состояние. Ребята, внимание! Рекомендую вам канал этого веселого парня. Там вы найдете прохождение игр с хорошим монтажом, актерской игрой, а также разнообразные угарные челленджи, DIY, тесты на психику и многое другое. Подписывайтесь без сомнений. Ссылка в описании. Принц Георг Александр Луис. Третий в линии наследников британского трона вместе с короной может получить гораздо больше, чем просто власть. С титулом Георгу перейдут активы общей стоимостью 1 миллиард долларов, и это только со стороны его отца. Что тут говорить? Рождение в королевской семье имеет ряд существенных привилегий. Даже если Георг не станет главным монархом, он будет ежегодно получать порядка 400 миллионов фунтов дохода из государственной казны. В Великобритании налоги используют для субсидирования королевской семьи. Этой суммы хватит за глаза, чтобы обеспечить очаровательному маленькому принцу сладкую жизнь. Один стильный гардероб Сури, благодаря которому она традиционно входит в списки самых модных детей в мире, обошелся ее родителям актеру Тому Крузу и Кэти Холмс в кругленькие 3 миллиона долларов. Некоторые вещи особенно ценные. Взять хотя бы плащ Дольче Габбана за 2140 долларов. И ничего, что девочка из него так быстро выросла. Или коллекцию платьев от Марк Якобс, Хлои или Бёрбери. Однажды на Рождество мама решила удивить Сури игрушечным домиком в викторианском стиле, имеющим собственное отопление, водопровод и электричество за 24 тысячи долларов. Личное состояние девочки оценивается в 270 миллионов долларов. Дочь актрисы Сальмы Хайек и миллиардера Франсуа Анри Пино уже принимала участие в итальянских галоконцертах, не раз прогуливалась вместе с мамой по самым престижным красным ковровым дорожкам, с трех лет свободно говорит на трех языках и привыкла проводить каникулы на люксовом курорте острова Сен-Бар. Ее отец тратит колоссальные 50 тысяч долларов в месяц на содержание собственности в Лос-Анджелесе, записанной на имя Валентины, общей стоимостью 12 миллионов долларов. Впрочем, для папы, чье состояние составляет более 16 миллиардов долларов, это, конечно, сущий пустяк. Старший сын актеров Уилла Смита и Джады Пинкид Смит лично заработал 5 миллионов долларов за съемки в фильме «Карате пацан» с Джеки Чаном. Вместе со своим отцом он сыграл в картинах «В погоне за счастьем» и «День, когда земля остановилась». Помимо съемок в кино, тинейджер получает солидный доход от своих рэп и танцевальных выступлений и продажи вещей собственного модного бренда. В результате личные накопления ребенка-трудоголика превышают 8 миллионов долларов. Несмотря на юный возраст, Джейден, как и остальные дети семейства Смитов, тратит немалые средства на благотворительность, например, на борьбу со СПИДом в Замбии. Своё миллионное состояние, будучи ребенком, она сколотила благодаря участию в конкурсах красоты, телевизионных шоу и открытию собственной линии ювелирных украшений и косметики для детей. Бывшая участница ТВ-программы «Тоддлерс энтиарес» Изабелла Барретт носит платье стоимостью 10 тысяч долларов, тратит несколько тысяч долларов на ужин с лобстерами и сотни долларов ежедневно на поддержание искусственного загара, накладных ресниц и акриловых ногтей. Больше всего Изабелла любит туфли на каблуке, в её коллекции есть 60 пар. Основной доход ей приносит марка Glitzy Girl, под которой производятся блески для губ, гламурные браслеты и яркие велюровые кофточки. Сын короля Марокко, Мохаммеда V и принцессы Лалы Сальмы, именно он в будущем станет королем стратегически важной страны для Европы и Африки. Согласно традиции, совсем скоро к мальчику перейдут 2,5 миллиарда долларов от отца и контрольный пакет 60% семейной инвестиционной компании. Это один из тех случаев, когда детство в семье знаменитостей совсем не похоже на сказку. В течение всего нескольких месяцев девочка потеряла старшего брата и маму, модель Анны Николь Смит, оба трагически погибли. А её биологическому отцу Ларе Биркхиду пришлось несколько месяцев доказывать в суде своё отцовство. В возрасте 6 лет Деннилин унаследовала поместье своей матери и 10 миллионов долларов, которые та заработала за свою модельную карьеру. Анна Николь Смит была замужем за престарелым нефтяным магнатом Говардом Маршаллом. И хотя муж после смерти ничего ей не оставил, судья постановил выделить 49 миллионов долларов из наследства скряги в пользу юной Деннилин. Этот актёр-тинейджер ещё не закончил школу, а уже сколотил состояние в 4 миллиона долларов. Популярность юному комику принесла одна единственная звёздная роль – Мэнни Дель Гаде в хите телеканала ABC в сериале «Современная семья». Также Рико снялся в пятёрке художественных фильмов и выпустил автобиографию. Этому ирландцу из графства Уотерфорд всего 13, а в его послужном списке уже три игры для iTunes, в том числе нашумевшие «A Lion Ball vs. Humans». В 9 лет он купил себе учебник, а через год уже сам программировал на трёх языках. Родители были уверены, что сын прожигает жизнь и рубится в компьютерные игрушки. Пока в один прекрасный день не обнаружили его в списке самых молодых разработчиков iOS в Европе. Точные размеры состояния этого IT-миллионера неизвестны. А на сегодня это всё. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Кот будет очень доволен. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!